Я в эфире программа «Тема дня», ведущая в студии Ирина Чекунова. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 300-190. Сегодня у меня в гостях студенты и педагоги юридического факультета Тверского государственного университета. Уважаемые друзья, со всеми здоровы и здравствуйте. А теперь всех по именам, каждого. Итак, Михаил Данченко, студент третьего курса, направление юриспруденция, лидер студенческого объединения, студенческий оперативный отряд. Миша, здравствуйте. Здравствуйте. Анар Алибеков, студент третьего курса, направление тоже подготовки, юриспруденция, активный участник студенческого объединения, студенческий оперативный отряд. Анар, здравствуйте. Здравствуйте. Александра Васильевна Автахова, кандидат философских наук, доцент, заместитель декана по проектной и инновационной деятельности. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. И Юлия Анатольевна Дронова, кандидат юридических наук, доцент, заместитель декана по учебной работе. Юлия, приветствую вас. Здравствуйте. Уважаемые друзья, сегодня тема нашего эфира актуальна, наверное, для всех средств массовой информации нашей Великой России. Это антитеррористические мероприятия, которые проводятся в Тверском государственном университете, в частности, юридическом факультете университета. Вот я, называя ребят, говорила, что лидер и активный участник есть свой студенческий оперативный отряд. Что это такое, как давно он образовался, и как такая идея вам пришла организовать студенческий оперативный? Я помню, в наши времена это был студенческий строитель. Но и времена изменились, сейчас это, наверное, наиболее актуально. И какая оперативность, какая деятельность? Ну, вообще, студенческий оперативный отряд существует уже достаточно давно на юридическом факультете. Основной вектор нашей деятельности – это оказание содействия правоохранительным органам. То есть, наши студенты участвуют в оперативных мероприятиях в качестве понятых. В оперативных мероприятиях, такие как допросы, осмотры, даже задержания. Понятые, я знаю, что это очень важно, потому что, если не студенты юридического факультета, часто и не найти человека. Вот я сама очень много раз выезжала, упрашиваешь, уламываешь, по каким-то причинам люди отказываются быть понятыми. Да, ну вот и помимо этого, как раз мы проводим просветительские мероприятия на других факультетах ТВГУ, в колледжах и в школах. То есть, вы рассказываете, что это важное, да? Да, да, да. Нет, нет, мы рассказываем, как раз-таки, вот у нас есть проект «Студенческий антитеррористический марафон», и мы сейчас активно с ним ходим и рассказываем студентам, как раз-таки, с целью профилактики идеологии экстремизма и терроризма. Ну, наверное, вы эту работу начали еще до этого трагического дня, до 22 марта. Саму разработку проекта мы начали в сентябре прошлого года. Нам эту инициативу предложила Стаковская Валерия Вячеславовна, это директор Центра профилактики идеологии экстремизма и терроризма ТВГУ. И вот с середины ноября мы уже начали проводить сами мероприятия. То есть, до этого мы собрали команду, мы разработали материал и начали активную работу. На данный момент мы уже провели 8 мероприятий на других факультетах ТВГУ, в колледжах. Вот мы побывали в машиностроительном колледже, в сельхозакадемии и еще в ПГТ Спирово в школах. Это получается уже, мы выходим за рамки города. А марафон, он так и называется марафон, потому что как можно больше охватить, да? Одно за другим, да? Да, да. Ага. Вообще-то, как слушают вас? Вот, Анар, вы тоже участник, да? Да, верно. Слушатели, это кто? Это ваши сверстники или вы выступаете перед взрослыми, или в основном это дети и подростки? Ну, в основном слушателями у нас являются наши ровесники. То есть, это такие же студенты, либо школьники уже старших классов. То есть, ребята очень активно слушают, потому что восприятие информации гораздо легче, когда тебе ее доносят, твой ровесник. А так как мы рассказываем студентам, то они с удовольствием слушают, они задают вопросы и активно участвуют в дискуссиях. То есть, дискуссии тоже есть? Да, конечно. А вообще, какие вопросы, на каких примерах вы там тоже рассказываете? Вы рассказываете какие-то конкретные примеры, или это все теория больше? Хотя уж какая теория, к сожалению, жизнь подбрасывает в трагические ситуации? Ну, вообще, уже, как я сказал, основная наша цель – это профилактика идеологии экстремизма и терроризма. То есть, на занятиях мы рассказываем о самом понятии терроризма и экстремизма, о опасности для общества этих явлений. Помимо этого, мы затрагиваем тематику интернет-безопасности. То есть, как не попасть в сети вербовщиков, поскольку это сейчас очень актуально. Это сейчас очень актуально, да. Вот. И еще мы затрагиваем, освещаем специальную военную операцию. То есть, мы рассказываем про ее цели и задачи, про дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации и об ответственности за дискредитацию. А самим участникам, вот у вас наиболее такой активный костяк, да? Да. Участие в марафоне. Вам что-то дает, какие-то плюсы вашей учебной деятельности? Третий курс, что называется, тот самый экватор у вас сейчас, да? Можно я немножечко подключусь, как преподаватель уголовного права. Дело в том, что законодатель в течение последних десяти лет активно реформирует законодательство в сфере противодействия экстремизму и терроризму. Например, так называемых антитеррористических статей новых появилось шесть, только антитеррористических. Соответственно, ребята вот на третьем курсе как раз изучают уголовное право, особенную часть, поэтому у них очень в данном случае такой вот продуктивный эффект от того, что они занимаются своей вот этой внеучебной деятельностью, да? Это напрямую необходимо им и при изучении вот данной дисциплины. Ну и немножечко тогда, раз я уже начала говорить вот об этих новых статьях, я думаю, это тоже их задача осветить, что законодатель запрещает именно, причем на уровне уголовного закона, да, как мы понимаем. Да, это важно. Максимально строгие меры юридической ответственности, потому что вот как показал трагический вот этот теракт в Крокус-Сити-Холле, наверное, вы слышали о том, что на его, так сказать, волне, да, школьники, многие попытались ловить хайп, как это называется, и, например, там 15-летняя школьница в Хакасии разместила информацию о том, что планирует предложение, вернее, устроить террористический акт на стратегическом объекте. И, как потом выяснилось, она, естественно, пошутила, но это неизбежно влечет возбуждение в отношении ее уголовного дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, несмотря на то, что ей 15 лет, уголовная ответственность по данной статье наступает с 14 лет. С 14 лет, это важно. Вы тоже доносите, да, да, ребят, вот именно эту информацию? Да, конечно, да. И как нельзя шутить, и о чем нельзя говорить, и писать, что это уже шуточки здесь заканчиваются. Да, абсолютно так. Относительно того, что ребята, какие плюсы имеют в учебе, вот, да, вот то, что они участвуют, помимо, может быть, того, что они закрепляют свои знания. Ну, у нас в университете и на факультете действует рейтинговая система обучения, то есть система, согласно которой в течение семестра студенты накапливают баллы, и это потом напрямую сказывается на возможности получения зачетов и экзаменов автоматом, и мы при учете вот этих вот баллов, безусловно, обращаем внимание на различные формы внеучебной деятельности, поэтому, помимо того, что они свои знания углубляют при подготовке к этим занятиям, при их разработке, они еще получают и вот эти, ну, назовем их бонусные баллы по предметам, которые сопрягаются. Ну, здорово, я помню, что всегда, вот, даже когда я училась, всегда какая-то существовала внеучебная работа, так называемая, общественная, и мы всегда этому уделяли очень большое внимание. А вообще времени хватает, вот, ребят, у вас? Ведь потому что третий курс, еще раз повторю, да, это же, это ответственность огромная, это тяжело, нужно успеть подготовиться, тем не менее, наверняка, работа в оперативном отряде тоже занимает много времени. Ну, хватает, хватает, на самом деле, мы помимо опер-отряда еще и другими активностями занимаемся на фабуре, эти в том числе... Да, они очень диверсифицированы у нас в этом смысле. Вот, Анар, в частности, насколько я знаю, еще в работе юридической клиники у нас участвует. Новое что-то планируется внедрять? Вот про марафон мы сказали, да, что у вас постоянно, вы собираетесь охватить как можно больше, да, учебных заведений, слушателей. Ведь не стоит, наверное, на месте и ваше дело, да, если что-то нужно внедрять, как внедрят мошенники, те же самые телефонные и в интернете, так и мы должны идти на шаг вперед. Ну, на данный момент у нас в планах есть создание антитеррористического контента. Буквально пару месяцев назад мы сняли фильм, посвященный такому явлению, как скул-шутинг. В нем мы рассказываем про основные проблемы, из-за которых это все происходит. Также в нем есть рекомендации при нападении на образовательное учреждение. То есть конкретно, что нужно делать, как нужно поступать при нападении на образовательное учреждение и какие ошибки нельзя допускать, поскольку каждая такая ошибка может стать летальной. И в целом мы планируем в дальнейшем продолжать снимать различные видеоролики. То есть вот в данной тематике, получается, также у нас в планах было создание различных буклетиков, флайеров, либо, допустим, тетрадей, где вот, допустим, был бы перечень действий для школьников, если на их образовательное учреждение было совершено падение. Это важно, да? Это вот как не только, как вот раньше на тетрадях, да, таблица умножения, так и здесь теперь это актуально, да? Я вот еще, можно добавлю то, о чем Михаил говорит, вот опять же, в связи с трагедией в Крокус-Сити-Холл, если вы слышали, уверена, что слышали, совсем молодые ребята, которые подрабатывали в гардеробе, спасли очень много людей, и они сказали, что буквально там несколько недель назад они проходили обучение о том, как себя вести в подобных ситуациях, и делали ровно то, что вот им на этом инструктаже, на этом обучении говорили. Это вообще великое дело. Кстати, вы перед школьниками выступаете тоже, да? Да, да. А есть старшеклассники, которые говорят, все, мы для себя все выбрали, мы тоже хотим в этот оперотряд? Нет, ну вообще, они в оперотряд не смогут, к сожалению. То есть нет такой возможности у них, да? Только студенты. Да, участие в студенческом оперативном отряде, да, оно предназначено только для студентов. Это тоже привилегия, получается? Ну, это еще и с возрастом, конечно, связано, да. Кстати, сейчас перейдем, затронем тему профессиональной ориентации. Вы для себя уже на третьем курсе выбрали, вот проводя такую гигантскую работу, кем вы будете после окончания университета? Куда пойдете? Ну да, наверное, я лично хочу поступить, вернее, на службу в прокуратуру. Вот у нас как раз сейчас в мае начнется практика, и я хочу попасть туда, вот в Заволжскую прокуратуру именно. О, уже даже в Заволжскую прокуратуру. Анара, вы? Я тут солидарен с Михаилом полностью, потому что я тоже планирую поступить на службу в прокуратуру, и тоже мы записались с ним совместно на производственную практику в Заволжскую прокуратуру. То есть это тоже вот одно так соединяющий такой у нас фактор получается, что мы хотим поступить на одну службу. Это вот уже после третьего курса будет практика, да? Нет, это будет уже сейчас в мае. А вот уже, да, вот сейчас на третьем курсе. Ну вообще интересно учиться на юридическом факультете? Они оправдались, ваши надежды, ребят? Вот то, что вы думали, что такое юрист, и как это учиться, и вот то, что вот учитесь уже три года. Даже чересчур, на самом деле. Да, вполне, потому что большое количество внеучебной деятельности, о которой ты даже не слышал, там, будучи школьником, и получается, ты приходишь, и у тебя столько всего хорошего, столько горизонтов открывается, что ты можешь себя попробовать в абсолютно разных вещах, и действительно ожидания оправдались. Очень много возможностей. Вот, кстати, да, вот телезрители, уважаемые, посмотрят, но, ребят, да, если кто-то боится, что там нужно только зубритничать, смотрите, какие именно возможности открываться, и на связи хватает времени. И учиться хорошо, и заниматься нужной для людей работой. Вот, кстати, Александра Васильевна, на чем вы строите свою профориентационную работу? Вот такие ребята тоже, наверное, выступают, чтобы на них посмотрели в живьем, что называется? Конечно, и когда у нас абитуриенты, родители общаются с такими прекрасными студентами, они могут, да, во-первых, замотивируют, а во-вторых, они могут задать им все любые вопросы. Мы даже сейчас активно практикуем такой формат общения, что преподаватели вообще уходят и предоставляют возможность студентам напрямую общаться с родителями и абитуриентами. Сразу вопросов становится значительно больше. Да, да, вопросы сразу становятся такие, более такие узкого плана. Ребята отвечают всегда искренне, с душой, потому что, безусловно, нам скрывать нечего. Поэтому одним из направлений – это общение со студентами, максимально привлекаем, вовлекаем. Ну и, кроме того, сейчас у нас активно стало практиковаться привлечение старшеклассников на факультет. Например, на лекции Юлина Анатольевна у нас тут недавно побывала делегация из колледжа и из гимназии. То есть открытая лекция. Да, потому что это, с одной стороны, позволяет окунуться в учебную атмосферу вуза. Ну, она, безусловно, несколько специфична по сравнению со школьной. И, во-вторых, стараемся приглашать туда. Вот у меня, например, была лекция по уголовному праву, что всегда интересно, да, и позволяет популяризировать какие-то знания, необходимые в реальной жизни. Вы приглашаете школьников к себе или и сами тоже посещаете учебное заведение? Все, у нас все форматы, да, пробега. Ну, вот эта вот работа, мы встречаемся с вами как-то уже каждый год практически, достала традиции. Она приносит результаты. Стало меньше желающих или, возможно, больше желающих учиться на юрисе? Ну, наверное, сказать о том, что спрос на профессию юриста падает, наверное, сказать так нельзя. Потому что, безусловно, у нас всегда самый высокий конкурс на бюджетное место, самый высокий проходной балл в Тверском государственном университете на бюджетное место. Поэтому большое количество первокурсников ежегодно мы набираем. И, в общем-то, проблемы с тем, чтобы их трудоустроить, когда они выпускаются, тоже не возникает. А трудоустроиваются в основном куда? Вот как ребята сейчас мы узнали, это прокуратура. У нас же есть множество правоохранительных органов, куда тоже требуются наши юристы. Очень много в судебную систему идут работать секретарями, помощниками судей, в Следственный комитет традиционно. Причем, вот у нас, например, сейчас несколько студентов магистратуры. Это действующие следователи управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области. Юридические фирмы, причем разбирают студентов еще на этапе окончания обучения. Ну, действительно, мы не первый раз у вас об этом говорим, что если человек не просто сидел и в гаджет смотрел на юрфаке, обучаясь, а имеет знания и соответствующие компетенции, то у нас ведь еще есть программы, позволяющие дополнительные, так называемые, мягкие навыки развивать. Это программы по психологии, программы по коммуникативным навыкам. Поэтому выпускник такого уровня, он будет востребован в профессии однозначно. Вот вы сказали в гаджет смотреть. А как студенты, ребята, вот себе на лекциях, вы видите заинтересованность? Пишут сейчас, как и у нас было принято, это тетрадь, это все от руки записывается ли лекция за преподавателя? Ну, зависит от преподавателя. Сейчас очень многие преподаватели, большинство, я бы сказала, используют формат мультимедийных презентаций, поэтому и размещают их для студентов потом. Поэтому гораздо иногда важнее больше успеть рассказать, больше с ними покоммуницировать, какую-то ответную реакцию получить, нежели просто диктовать, чтобы они записывали. Время не стоит на месте. Да, 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 не стоит на месте. Кстати, у вас были какие-то сомнения, куда определиться? Выбор широк в будущей профессии? Вот были, может быть, в частную юридическую компанию какую-то потерь? Наверное, никогда не побольше, возможно. Возможно. Или как, ребят? Ну, выбор, на самом деле, очень широкий, и очень много возможностей в дальнейшем трудоустройстве, но вот просто душа лежит, где новую прокуратуру. Это очень хорошо, я очень рада за нашу прокуратуру. Я надеюсь, что, наверное, кто-то из вашего курса выберет еще и другие правоохранительные структуры. Сто процентов, да. Сто процентов. А, кстати, а как у нас, Александра Васильевна, может быть, вы на этот вопрос ответите, наш юридический факультет на всероссийском уровне смотрится? Много юридических, наверное, факультетов по всей России, матушке. Безусловно. Но на всероссийском уровне надо отдать должное. Наши студенты на высоком уровне, на достойном представляют нашу юридическую школу. Мы участвуем традиционно в различных научных мероприятиях всероссийского масштаба и в различных кейс-чемпионатах, и в игровых судебных процессах. То есть мы всегда и постоянно стараемся, чтобы наши студенты видели, так сказать, уровень юридического образования в других вузах. И действительно мы конкурируем, и конкурируем очень достойно. Наши студенты практически всегда занимают призовые места, либо находятся на лидирующих позициях. Поэтому здесь говорить о том, что мы находимся в каком-то отрыве и там от общего юридического образования, наверное, не представляются возможными. Это самое главное. Можно я тогда добавлю в подтверждение? Есть такой ежегодно проводимый рейтинг «Суперджоп», который меряет оплату труда выпускников, в том числе юридических вузов. Могу сказать, что мы по 23-му году занимаем 17-е место. По всей России? Ну, это же такое даже рейтинг. Это, может быть, многие заинтересуют, но, конечно, в том числе и ради этого некоторые идут на юридические позиции. Да, наверное, все-таки и нести юриспруденцию в массы, и быть оком государевым, как Михаил планирует. Но достойная зарплата, она всегда хорошая. Кстати, тоже вопрос, который касается темы нашего времени. Участникам, членам семьи, участникам специальной военной операции какие-то льготы юридических факультет предлагают, и есть ли такие люди? Ну, это не зависит от факультета. Это вопрос образовательной политики в сфере высшего образования, который на федеральном уровне реализуется. Университет, естественно, выполняет все требования, которые в этом смысле государство устанавливает. Так выделяются в общем количестве бюджетных мест набора определенные проценты каждый год для льготного поступления детей, лиц, участвовавших или участвующих в СВО, и самих участников СВО. Это первый вариант. И это неукоснительно, безукоризненно выполняется во всем университете. Это даже обсуждению не подлежит. И, кроме того, еще хочется буквально недавний прецедент отметить. У нас есть очная форма обучения для лица, которые имеют среднее специальное образование по направлению подготовки юриспруденции, то есть для выпускников колледжа. Они достаточно взрослые, поэтому ряд из них непосредственно сейчас принимают участие в СВО. Во-первых, мы, безусловно, для них выстраиваем индивидуальную траекторию обучения. То есть, если они на сессию прибыть не могут по причине того, что находятся в зоне СВО, то, значит, им делаются соответствующие переносы сессионных вот этих вот недель, и они все это потом сдают в то время, когда могут, когда возвращаются. И вот прецедент, о котором хотела сказать, у нас нет на заочной форме обучения бюджетных мест, но поскольку нужно было выполнить требования, установленные федеральными органами власти, двоих студентов заочной формы обучения буквально три недели назад перевели на бюджет. На бюджет? Да, потому что университет забрал эти бюджетные места с других направлений подготовки, где они были вакантные, и выполнил вот это требование. Поэтому это все есть. Да, это очень важная информация. А по каким специальностям еще, давайте напомним, обучаются студенты на юридическом факультете? Это юриспруденция, о которой вот яркие представители, да, у нас здесь в студии? Направление подготовки юриспруденция, это бакалавриат, 4 года обучения, и специальность таможенное дело, это 5 лет обучения. 5 лет таможенное дело. У нас принимают участие ребята в оперативном отряде? Да, несомненно, я даже больше скажу, они принимают активное участие в деятельности оперотряда, поскольку мы оказываем содействие также таможенной службе, они тоже проводят оперативные мероприятия. Так тоже нужны понятые. Да, и ребята активно ездят с таможенной службой. Ага. Какие представители, пиками, если выражаться, языками гор? Представлены у нас юристы, педагоги? Ну, у нас есть разного возраста представители профессорского преподавательского состава. Используются как такие, ну, достаточно традиционные методики, так и совершенно инновационные, да, и я вот, наверное, более молодой коллеге передам слово, чтобы она рассказала. То есть есть какая-то вот такая вот свобода в чем-то преподавании, да? Безусловно, свобода преподавания, во-первых, обусловлена особенностями разных дисциплин, то есть действительно дисциплина имеет свою специфику, и, условно говоря, какую-то теоретическую дисциплину преподавать так же, как дисциплину, которая имеет более практический уклон, но это будет по меньшей мере непродуктивно, и студентам будет неинтересно. Сейчас у нас главная задача заинтересовать наших студентов, а если мы их заинтересуем, тогда студенты сами с удовольствием будут изучать, сами будут искать ответы на поставленные вопросы, решать кейсы. Ну, и хочу сказать, что наши преподаватели постоянно повышают квалификацию, обучаются, ездят на различные форумы, конференции, обмениваются опытом, поэтому говорить о том, что вот мы как придумали лекции 15 лет назад, так мы их читаем, ну, просто даже исходя из того, что юриспруденция такая наука, которая постоянно меняется, у нас постоянно меняется законодательство, постоянно такая динамика, нужно следить за изменениями, поэтому говорить о том, что мы какие-то неизменные, застывшие и константные, наверное, не представлять все возможное. Буквально программа подходит к концу, куда в ближайшее время, на что нужно обратить старшеклассников внимание на юридическом факультете? На юридическом факультете, прежде всего, порекомендуем обратить внимание на день открытых дверей, который у нас состоится 20 апреля в 12 часов на нашем факультете, 2-я Грибоедова, дом 22. Чем уникален этот день открытых дверей? У нас его будут проводить все кафедры, то есть будут представлены не открытых дверей, все шесть кафедр нашего факультета, каждая кафедра свою интерактивную площадку представит, и старшеклассники буквально за ограниченный период времени сумеют познакомиться с преподавателями, с особенностями того или иного, так сказать, отрасли права и составят себе такое общее впечатление о том, как вообще учиться на юридическом факультете Тверского государственного университета. Ну а так традиционные ресурсы, официальный сайт юридического факультета и группа в социальной сети ВКонтакте всегда рады новым подписчикам, гостям, вся информация, естественно, там дублируется. Вопросы студентам. Насколько интересно? Интересно ли учиться? Мы уже услышали, что педагоги развиваются, что они стоят на месте. Интересно юриспруденции как наук учиться? Конечно, интересно учиться, опять-таки, потому что действительно, соглашусь, преподаватели всегда внедряют что-то новое в процесс обучения, мы постоянно решаем какие-то казусы, задачи, не однотипные, там всегда что-то интересное, какие-то загвоздки, поэтому я соглашусь, действительно интересно обучаться. Ну, Миша, завершая программу, наверное, пожелание старшеклассникам. Почему нужно выступать на Ирфак? Потому что это очень интересно, и помимо того, что это очень интересно, это важно, поскольку образование нужно всем. Вот, завершаем. Спасибо за участие. Хороших вам студентов, чтобы только на теории пригождались вашим слушателям ваши антитеррористические навыки, уважаемые друзья. Хорошее дело, важное делайте. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания.